Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стекеренбург. Мы с вами находимся в кассе, потому что я хотела бы показать, как я изменила наших персонажей. Конни я немного переодела, она у нас уже взрослая, да, и мы выпили зелье омоложения, поэтому в принципе она уже должна быть бабушкой, и поэтому ей, ну, не солидно выглядеть как девочка, и я ее приодела так, чтобы она выглядела немножко старше. Вот, мне нравится, как она теперь одета. Наша лорочка похудела и теперь выглядит тоже хорошо. Она очень быстро пришла в форму, потому что у нее жизненная цель культурист, и это дает ей бонус, она может быстрее изменять свое тело и становиться стройнее. Маркуша у нас тоже похудел у нас, у него вот животик уже не такой большой, он у нас по утрам бегал, так что он у нас молодец и тоже пришел в форму. Андрей, к сожалению, в форму не пришел, но он и так у нас уже скоро помрет, так что ему уже и не стоит, наверное, и бегать по утрам, и все остальное. Да, вот он показывает, что у него уже и радикулит, и все совсем болит. Ну, давайте поскорее начнем играть. У нас утро, и я бы хотела, чтобы мы начали это утро с совместного семейного завтрака. Вот мы все собрались в гостиной, сейчас каждый возьмет по тарелочке и все вместе покушают, позавтракают. Возможно, это будет последний совместный завтрак, именно завтрак в этом составе, потому что обратите внимание, что у Андрея уже даже не пишутся цифры, сколько ему лет, и скорее всего, что сегодня, наверное, он умрет. Вот, я не знаю, правда, когда он умрет, это, наверное, может произойти в любой момент. Ну, в общем, скорее всего, это произойдет именно сегодня, но завтра так точно. Поэтому сейчас мы все вместе поужинаем, пообщаемся всей семьей. Вот, и я даже из-за этого не отправила их на пробежку, потому что я боюсь, что Андрей может умереть в любой момент, и лучше провести все это время с семьей. А также сегодня мы устроим вечеринку. Вечеринку мы устроим в честь нескольких поводов. Во-первых, это был день омоложения кони. Вчера она выпила зелье омоложения, а мы это дело так и не отметили. Вот, это раз. Второе, мы, конечно же, устроим новоселье, потому что у нас новый дом такой замечательный, и нужно, конечно, это дело отпраздновать и позвать многих друзей. Кстати, меня спрашивали, как мне хватило денег, чтобы построить этот дом. А ничего, собственно, и не нужно было хватать, потому что я его новый дом не строила, старый я не сносила. Просто эта старая гостиная, которую я немножко увеличила, туалет остался тот же. Да, и я, получается, комнаты обе спальни те же, и ванна даже та же. Вот, я просто добавила коридор. То есть мне нужно было купить коридор и немножко увеличить гостиную. В общем, в этом и состояла вся соль в строительстве дома. Поэтому это обошлось очень-очень дешево. Я даже не помню, сколько, но совсем немножко. Так, сейчас мы закончим семейный ужин и устроим вечеринку. Я хочу пригласить всех, побольше людей. Вот Кони, наша частюля, собралась идти и нести тарелочку помыть. Ничего, мы ее мыть не будем, мы ее отдадим на набаку. Кони, иди-ка, ты приготовь что-нибудь, потому что сейчас будет вечеринка. Так, и Марк собрался тут тарелочку относить. Не будете вы тарелки относить. Кони сейчас приготовит какое-нибудь изысканное блюдо. Давайте вот салат капризе сделаем. А мне сказали, что если есть салаты, то, возможно, поправляться не будут симы. И будут быстрее худеть. А Лорочки наши, как раз она у нас уже в хорошей форме. Но, тем не менее, я была бы не против, если бы она еще похудела. Так, Маркуша, давай ты запланируешь у нас общественное мероприятие. Лорик, а куда ты пошла? А, Лорочка пошла в туалет. Лорик, иди-ка, ты пока побегай. У тебя, тем более, есть такое задание. И я хочу сегодня провести званый ужин. Мы его еще ни разу не проводили. И нужно будет как-то по каждой вечеринке провести. Нужны организаторы. Давайте пусть будут Андрей и Конни, два организатора. Гости. Позовем Марка с Лорой. У них выхода нет. Они все равно будут присутствовать на этом празднике. Куда же без Хельги? Обязательно позовем Хельгу, ее дочерей Сэнди и Вэнди. Кстати, вот как выглядит Сэнди. Я давно хотела посмотреть, какая она. Она, кстати, точно такое же лицо, как у Вэнди. Прическа другая. Тома позовем мужа Хельги. Сару и ее детишек. Стива и Джену. Ну, я думаю, вполне достаточно гостей. Значит, поставщиков и всех остальных там музыкантов нет в званом ужине. И праздновать мы будем у нас дома. Основная цель. Нужно позвать гостей к столу. Конни уже приготовила блюдо. И сейчас мы позовем гостей. Так, эту тарелочку мы поставим в холодильник. И будем ждать, когда придут наши гости. Вот уже Хельга идет. Кстати, она почему-то идет не из своего дома, а откуда-то издалека такой высокомерной походкой идет к нам потихонечку домой. Так, еще. Пусть персонажи танцуют в одно и то же время. Давайте купим магнитофон, чтобы мы могли осуществить это желание, это задание. Не знаю, как это правильно назвать. Давайте поставим здесь магнитофон. И все будут танцевать. Поблагодарить гостя за посещение и приготовить блюдо на несколько персон. Вот Конни не вовремя, конечно. Готовил он, было готовить позже. Давайте так, не бери есть, а пригласить за стол. Андрей, ты что, кушать пошел? Он пошел пить сок. Давайте мы отменим это действие. И где же наш дорогой гость? Так, мы выполнили основное действие. Кстати, гостей еще нет, но мы их пригласили уже. Кстати, а где Хельга? Я Хельгу-то не вижу. А, Хельга пошла обследовать дворик. Да, ей стало интересно, какой же дворик мы соорудили. Пошла таким, своим взглядом все осмотрела. И даже решила, что с нами слишком большая честь за одним столом сидеть. И решила поесть прям сидя. Ой, я поняла, почему она решила поесть сидя. Потому что ей не хватило стула. Да, давайте поставим стулья. Вот эти вот, которые Андрей еще делал. Да, ей стула действительно не хватило. Она такая обиженная, вот стоит в уголочку и кушает. Так, пусть пяти санажей танцуют. Он подпадал бы поблагодарить гостя и приготовить блюдо на несколько персон. Вот сейчас Конни придется еще раз готовить. Давайте еще одно блюдо приготовим. Что нам такое, чтобы не сильно калорийное? Торт, чизкейк, все в общем такое. Давайте еще тогда делать один салат, чтобы наша Лорочка не располнила. Маркуша тоже, кстати, может располнять. А где наш Марк? А, Марк здесь. Это Лорочку я отправила бегать, но она уже прибежала. Лорик, кушать не будешь? Давай танцуй. И я бы хотела, чтобы, в принципе, все потанцевали. А Марк тоже может танцевать. Все пусть танцуют, кроме Конни. Потому что Конни сейчас будет дальше готовить. И Хельга опять куда-то убежала. Она, наверное, пошла на второй этаж. Да, она решила поесть в комнате у Марка с Лорочкой. Сидит, смотрит на Кокошу. Наверное, что-то замышляет. Хоть бы она Кокошу не побила. Она такая... Она, помните, как пнула мусорный бак? Она может так и Кокошу пнуть. А это, кстати, Сэнди. Это та, которая злая, у которой холерик черта характера. А в Энди доброй этой нет. Ну как доброй? А, кстати, да, у нее дружелюбная и добрая черта характера. Она хорошая у нас характером вышла. Давайте пусть позовет ее пригласить на участок. Марк, он ее друг, поэтому он может ее позвать. Так, мы что-то болтаем и ничего не выполняем. Приготовить блюдо на несколько персон. Поблагодарить гостя за посещение. Давайте Хельгу поблагодарим. Благодарить за посещение. Спасибо, Хельга, что вы пришли и одарили нас своим вниманием. Давайте пусть конь ее поблагодарит. Да, Хельга, конечно, как же я без вас. Я всегда к вам буду приходить. Хотите вы этого или нет. Пусть персонажи будут игривы, пусть персонажи болтают в одно и то же время. Давайте пусть болтают. Вот с Энди можно что-нибудь рассказать. Поднять настроение. Ой, кстати, сколько тарелочек. На этих вечеринках можно здорово зарабатывать. Тут столько тарелок, столько всего. Приготовить блюда на несколько персон. Кони, ты так ничего и не приготовила. Давай, иди бросай и делай тогда... Давайте что-нибудь из простого... Давайте тоже садовый салат сделаем. В общем, будем питаться теперь одними салатиками, чтобы похудеть. Пусть персонажи... Ой-ой-ой, боже, она пришла в купальнике. Взяла книжку и пошла читать. Ну и что ж ты будешь делать? Вот что это за человек такой? Чего она в купальнике пришла? Давайте пусть Марк с ней пообщается. У Марка с ней хорошие отношения. Пусть они поговорят о чем-нибудь. Обсудить технику фитнеса. Она, кстати, по-моему, такая немножко накачанная. Спросить о личной жизни. Мне кажется, личная жизнь у нее бурная и насыщенная. Раз она такая, не стесняясь, ходит по городу в купальнике. И Марк почему-то в кокетливом настроении. Сейчас еще начнет клеиться к этой венде. Она еще в купальнике, боже мой. Смехота. Ну что она пришла в купальнике? Она, кстати, вот вчера, по-моему, мы тоже на улице видели. Она была тоже в купальнике. Вот они, две сестрички. По-моему, с одинаковыми лицами. Я их делала близняшками. Только игра подобрала им разные прически и разные наряды. Ну, наряды совсем разные. Венди решила, что купальник ее лучший наряд. Так, у нас вечеринка уже половина прошла. Приготовить блюдо на несколько персон. Кони до сих пор ничего не сготовила. Андрюша у нас сытый, но тем не менее все равно кушает. Давайте на набаку отдадим тарелочку. Не поняла, отдала я ее или нет. Вот эту давайте отдадим. Да, 47 миллиончиков мы получили. Вот Лорик обнялась с папой. Маркуша почему-то тоже старел, перестоял, уже пропала. Так, давайте Марка отправим в туалет. Да, мы выполнили задание блюда на несколько персон. И пусть персонажи пьют в одно и то же время. Ну, в принципе, это легко выполнимо. У нас конь не может выпить несколько раз. Мы не боимся, что она поправится. Потому что сколько ей не пей, не ешь, она не поправляется. Поэтому... А что у нас стукнуло дверью? А, она у нас в напряженном состоянии. Видимо, ее гости немножко напрягают. Ну, честно говоря, если вот устраиваешь вечеринку, и к тебе приходит гость в купальнике, наверное, немножко напрягает. Так, Кони, выпей, пожалуйста, сок. Ой, убрать и помыть. Нет, выпей сок. Наверное, Кони одна не успеет. Придется еще кому-то сока выпить. Давай, Андрюша, выпей. Тебе, в принципе, полнота не так страшна. Боже, у него столько действий. Съесть закуску. Вот, пусть выпьет молоко. Да, один раз нам уже засчиталось выпить. И сейчас Андрюша еще выпьет. Да, вот он кушал у нас. И сейчас еще выпьет. Так, Маркуша, пообщайся со своей подружкой. Давайте пожалуемся на местную молодежь. Скажем, что же эта молодежь такая пошла. Приходят, в чем попало ходят по городу. Хвастаться нарядом. Похвастайся своим. Скажи, что твой как-то слишком легкий. Легко-то оделась. Тебе не холодно? Так, пусть персонажи пьют в одно и то же время. Почему-то Андрей... А, вот он пьет. И, Кони, выпей, пожалуйста, еще один раз. Ты точно у нас от этого не поправишься. Вот съесть закуску и апельсиновый сок. А Кони пошла читать пудинг на орбите. Кони, не надо тебе читать книжку. Ты, кстати, должна дописать. Она и в туалет еще хочет. Ну, давай, ты сначала все-таки выпьешь. Выпьешь, что там, сок ты выпьешь. И потом уже сходишь в туалет. А я продолжаю все скармливать тарелочки на набаку. Кстати, вот... По-моему, я ее не скормила. Замечательный заработок. Можно просто устраивать вечеринки и получать за это деньги. Так, Кони, только не на людях. Сколько у тебя еще? Мод лет? Еще два часа? Ну, я думаю, ты успеешь, конечно. Да, и нам нужно третий раз выпить. И кто-то у нас пошел в задний дворик. Лорочка побежала бегать, тренироваться. Ой, Хельга села за Маркушин микроскоп. Только не поломала бы. Смотрите, какая деловая. Решила исследовать что-то, наверное. Смотрит под микроскопом, какие-то листья рассматривает. Так, и Кони пьет-пьет. Но мы почему-то еще не выполнили задание. И нам нужно еще один раз попить. Маркуша в обществе дам. Вместе со Стивом, да. Сидят, что-то обсуждают. Кстати, мне вот эта Бенди не дает покоя. Может быть, Марку пригласить ее на свидание? Кстати, она, по-моему, воняет немножко. Или нет? Не знаю. Наверное, мне показалось. Наверное, тарелка воняет. А, ну да, это тарелка воняет. Кстати, надо потихонечку скармливать их на набаку. Я думаю, может быть, Марку пригласить ее на свидание. Будет интересно. Лорочка тренируется. А Сэнди с родителями пришли посмотреть, как она это делает. Она у нас молодец. Она так быстро похудела. Буквально за две серии. Только она повзрослела и сразу же похудела. Иди ты в туалет, Андрюша. А то будет конфуз. Так, мы не выполнили действия пить почему-то. Персонажи пьют в одно и то же время. И у нас... В общем, у нас будет серебро, скорее всего. Потому что... Ой. Ноль у нас. Выпитых напитков. Это очень странно. Наверное, заглючило. И нужно кони срочно отправить в туалет. Я думала, что она сходила. Она так и не сходила. И у нас может произойти в конфуз. Вот у нас 42 минуты. И нужно ей побыстрее. Да, мы получили серебро. Ну, я думаю, это не так уж и страшно. Золото мы еще сто раз успеем провести. И наши, смотрите, гости все уходят. Да, и Хельга даже ушла. Все ушли. Я бы хотела... Давайте, наверное, пригласим вот эту Венди. Если еще можно. Пригласить на свидание. Так, что-то романтика. Спросить, есть ли пара. Давайте спросим ее, есть ли пара. Ну, должно же быть какое-то действие у подростков. Свидание или что-то вроде этого. Да, пригласить. Пригласить. Пригласить на свой участок. Наверное, нет у нее действия. Пригласить. Пусть они просто пообщаются тогда. Она такая в купальнике. Романтика. Давайте хвалить внешний вид. Ой. А, это, наверное, пригласить. Мы ее просто куда-то пригласить. Я вообще хотела пригласить на свидание к нам домой. Видимо, это сделать нельзя. Тогда я отменю это действие. Да, жаль, что нельзя пригласить на свидание. Может быть, в следующий раз как-нибудь пригласим. Так, Венди не имеет партнера. Вот, пригласить на свидание. Давайте пусть они прям тут свидание и проведут. Хотя, наверное, Венди хотела бы, чтобы свидание прошло у нас где-то возле бассейна. Она даже так и нарядилась. Так, Лорик, ты у нас все занимаешься? Кстати, Лорочке это действие не засчитывается. Ей нужно бегать. Ой, у нее гигиена упала. Давайте ее искупаем. Быстро ополоснуться в душе. Ей нужно именно бегать, тренироваться на улице. Так, где тут наши конни? Конни у нас, да, суг у нее плохой. Интересно, она может писать в таком состоянии книжку, как сделать торт? Видимо, может. Андрюша пошел читать. Андрюшу я мучить особо не хочу. Кстати, вот я хотела купить у него 435 баллов счастья. Вот за 400 баллов зелье замена сна. Оно нам пригодится. Я думаю, что когда он умрет, наверное, его весь... Ой, у нас тут картина какая-то. Это, наверное, из микроскопа. Не знаю. 105 симолеонов. Давайте продадим. Я думаю, что когда Андрюша умрет, то весь его багаж, ну, как-то окажется у кого-то другого. Или, может быть, будет в багаже семьи. Не знаю. Ну, в общем, узнаем об этом. Так, нам не хватает деталек, чтобы это все улучшить. Тут мы, по-моему, все уже улучшили. И мы можем получать тогда что-нибудь на кухне. Улучшить. А, у нас ничего нету, чтобы улучшить. Тарелочку надо спрятать. И, кстати, свидание. У нас же свидание... Ой, Венди нас покинула спрятаться ото всех. Видимо, Венди ему отказала и сказала, что не пойдет с ним на свидание. И он решил поделиться этим с сестрой. Ладно, хорошо. Андрей, иди давай, купи-ка ты детальки для сантехники. Кони сейчас встанет. И ты купишь быстренько, что там тебе надо было заказать. Заказать для улучшения приборов. Давайте разных понакупим. Тут кухонные приборы. У нас деньги есть. Вот, пусть все будет про запас, чтобы мы могли поулучшать. Да, Кони, извини, я тебя побеспокоила. Кстати, может быть, можно было и не беспокоить ее. Не знаю. Пусть Андрей улучшит эту раковину. Да, вот сделает самоочищение. Я потихонечку буду эти тарелочки скармливать. Лорик, иди на пробежку. А Лорик, он покушать решила. Нет, она решила убрать и помыть наши чистюля. У нас в семье теперь две чистюли и два безумца. Лорик и мама у нас чистюли, а папа и Маркуша у нас безумцы. Так, Лорик, иди бегай, бодрая пробежка. Тарелочки я сама твои помою. Маркуша у нас пошел принимать ванну. И у Марка мы выполнили жизненную цель. Дальше мы ничего не можем делать, потому что ему нужно стать взрослым. Интересно, почему же Венди нам отказала? Наверное, потому что мы были не в купальнике. Вот если Маркуша был в купальнике, она, по-моему, обязательно сказала да. И они бы пошли на свидание. Тогда Марка я отправлю заниматься микроскопом. Лорик, ты у нас бегаешь? Так, бодрая побежка. Да, она у нас вот бегает. Молодец какая. Будешь теперь кушать салатики. Будешь молодец заниматься спортом. И будешь вообще самая красивая девушка во всем городе. Так, Марк пошел заниматься. Кони пишет свою книгу. Еще даже половины не написала. Поваренную свою книгу составляет наш шеф-повар. И Андрюша чинит. Чинит он раковину нашу замечательную. Это раковина, которая дает вдохновение. Ее кони дали за работу. И почему-то наш Андрей тоже был смущен. Наверное, он зашел к кому-то случайно в ванну, когда кто-то мылся. Я вот не знаю, когда он умрет. Наверное, все-таки сегодня. Может быть, ночью. Может быть, вечером. Не будем загадывать. Может быть, даже не в этой серии было бы хорошо, если бы он еще не умер. Так, Лорик прибежала. И у нее гиена нормальная. Так, бегать 4 часа. Она уже 4 часа бегает. Пусть дальше бегает. Она у нас худе... Ой, по-моему, она еще худее стала. Да, это хорошо. Я, конечно, не хочу, чтобы она была такая же, как Конни. Потому что Конни слишком худая. Но такой, как она повзрослела, это тоже плохо. Кстати, она в сильном возбуждении. Сильное возбуждение. Это, наверное, слишком много мудлетов возбуждения. У нее все такое. Она вся такая спортивная. Вся такая энергичная. Так, Маркуша у нас наоборот. Он полная противоположность сестры. Он совершенно не любит подвижность, активность. Он любит посидеть, что-то почитать или за микроскопом побыть. Андрей быстро так улучшил нашу раковину. Я хочу, чтобы он еще улучшил холодильник. Так, нужны детали для улучшения обычных приборов. Давайте попробуем их заказать. Даже не побеспокоив Конни. Да, можно заказать кухонные. Вот обычные приборы. Давайте побольше закажем. Пусть они у нас будут. И пусть улучшает холодильник. Ну, ты еще спать не сильно хочешь. Давай, добавь освежитель, чтобы у нас еда не воняла. Маркуша, ты что? Он общается. Да, он, видели? Он с тумбой общался. Вот безумная черта характера. Марк, будешь ты кушать сейчас салат? Да, ты будешь кушать салат, потому что ты худеешь. А Андрей решил вот сам что-то покушать. А, нет, покушать. Он же пошел ремонтировать. Он пошел улучшать, добавлять освежитель в наш холодильник. И Марк поэтому... Ой, коня отправляется на работу. Я даже не заметила, что она сегодня работает. И Марк наш, к сожалению, не может... Ой, подождите, действие играть. Давайте поиграем. В общем, пока Андрюша ремонтирует холодильник, Марк не может взять оттуда еду. Зато он может вот так вот поиграть. Как маленький. Попрыгать в лужи. Я сделаю пару снимков, как он прыгает. Вот, ну совсем, в общем, как ребенок. Подурачился. А теперь давай вытирай. Потому что нечего здесь в луже быть. Тут что ты делаешь у нас? Ты играешь в игру. Не надо играть в игру. Может быть, ты с кем-то... А, хотя у тебя общение поднято. Иди тогда. Естественная нужда. И кушать ты не будешь. Ты у нас немного худеешь. Поэтому не обязательно тебя кормить. Так. Андрей, ты так быстро уже это сделал. Давай тогда еще сделай прочный холодильник. Пусть у нас будет хороший и не ломается. Так. Лорочка. Я бы хотела, чтобы Лорочка с каким-нибудь парнем познакомилась. Но кроме Стива парней в этом городе подростков нет. И мне Стив как-то не очень нравится. Ну, давайте все равно ему позвоним. Пусть они поболтают. Может быть, на подростковую жизнь и можно будет там с ним пообщаться. Ну, наверное, найдем ей кого-нибудь потом в будущем другого. Кстати, мне она так и нравится. Такая симпатичная получилась девочка. Так. Маркуша, ты вытер? Да, он вытер. И он хочет кушать. Но, к сожалению, папа тут не дает ему кушать. Поэтому давайте попробуем еще раз пригласить ее. А, нет. Извините. Отменю это действие. Ну, да. К сожалению, нет действия пригласить Венди на свидание. Я думаю, мы еще сможем ее пригласить. Поставка сыра с душком. У нас уже было такое задание, сообщение. Поэтому мы подадим этот сыр. И будем надеяться, что он нормальный. Да, похоже, этот сыр очень популярен. Так, Маркуша тут немножко вздремнул, пока холодильник был занят. И сейчас ты можешь скушать свой салатик. Да, ты будешь кушать теперь салат. И будем надеяться, что ты не поправишься. Так, Андрюшу я уже мучить не буду. Он у нас старенький. И, да, вот радикулит у него. Давайте пусть он идет спать. Не будем его мучить. Он такой весь замученный. Целый день заставляли его улучшать приборы. Ой, обнять они его пошли. Лорочка сама его пошла обнять. Я надеюсь, это просто так, а не потому, что там за ним смерть пришла. Ага, да, нет. Она просто так его решила обнять. Тогда не мучай ты папу. И иди тогда тренируйся. Кстати, очень странно. 10 часов вечера почти, а Лорик спать не хочет. Иди тогда потренируйся. Делай какие-нибудь упражнения здесь. Я надеюсь, что Лорочка все-таки сильно такой накачанной не станет. Для девушки это не очень красиво. Ну, главное нам быть в форме. Можно быть немножко мускулистой. Но не как Андрей в свои лучшие годы, когда он только с коней познакомился. То, конечно, он был такой, как шкафчик. А у нас тут музыка. Даже я про нее и забыла. Тут играет себе. Ну, пусть будет. Я думаю, она тоже дает какое-то настроение. Да, Лора заметно, конечно, похудела. И в этой серии, к концу 34 серии, она вот еще худее стала. Что не может не радовать. Замечательная такая девочка получилась. Мне очень нравится она. Серия получилась опять уже минут 25. Так что я буду заканчивать. На этом моменте Лорик еще потренируется и тоже пойдет спать. Маркуша с Андреем спят. И скоро конь не вернется с работы и тоже завалится спать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о семье Стыкиленбург. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok